Всем привет-привет! Ряд вас снова видеть на своем канале. Я пребываю в хорошем настроении. Так, сегодня мы с вами сделаем расклад, который я назвала «Какие книги вы любите читать, либо в общем любите, и почему?» Хотелось мне сделать разнообразный такой расклад, и немножечко теплый и позитивный, потому что я смотрю по статистикам, да, интересно, естественно, когда я делаю расклады аналитические, но вот всегда что-то такое болезненное, да, оно затрагивает, и это не очень приятно. Поэтому я стараюсь разбавлять более такими позитивными раскладами, не так, от времени к времени. А поскольку я знаю, что многие из вас любят читать, мне захотелось сделать расклад в таком формате, поэтому он будет коротенький. Ну, посмотрим, что увидим, то увидим. Итак, позиция номер один, голубенький камешек. Смотрим, единички, что вы читаете? Что вы читаете? Так, что вы читаете? Смотрите, для кого-то здесь чтиво, да, хочется сказать, имеет отношение к четверке педаклей. Четверка педаклей, это, ну, безусловно, это вопрос финансов, да, то есть, возможно, здесь даже не книга, а какие-то статьи, либо какая-то информация, может быть, это по работе, да, какая-то сводка, какая-нибудь Excel-таблица, которая имеет отношение к деньгам и финансам, то есть что-то, связанное с финансами, может быть, что-то, что связано с биржами. Вот, причем это не как таковая книга, а это имеет как-то вот к профессиональной вашей сфере отношение, как-то вот биржи, биткоины, либо как читаете что-то, что имеет отношение к деньгам, вот к финансам, либо это вот на работе, там, я не знаю, бухгалтер, и он вынужден как-то вот книга учетов, что ли, что-то такое, что-то, что связано с деньгами. А также, если мы говорим про чтение, здесь мне идут какие-то исторические истории. Ну, это история, сейчас я посмотрю. Это не романы, а это... Какие-то, знаете, исторические факты. Может быть, это биографии какие-то, каких-то людей, но здесь... Здесь не фантастика, но здесь еще какая-то научная литература, история и какие-то научные факты. Потому что мне идут цифры, понимаете? То есть там, я не знаю, 17086, 96-й, то есть 1700, 1806-й. Вот какие-то такие. 1400 и 1500. 1400. Какой там 1500? Первый, четвертый, третий. Какие-то вот такие даты. Я не знаю, с чем они связаны, но здесь вот люди как-то читают какую-то такую литературу. Еще какую литературу вы читаете? Ну, конечно же, да, есть люди, которые там читают что-то связанное с любовью, но здесь какие-то... Если это романы, то он как-то имеет какое-то отношение вот именно к духовности. Я не могу понять, не могу связать, что это такое. То ли как-то, знаете, любовь богов, что-то связано, либо это настолько все чисто, настолько романтично, что что-то с богами. А либо кто-то любит читать мифологию, да, либо какие-то вот былины, все, что связано с традициями, культур, что-то такое. Причем, знаете, если это мифология, здесь какие-то архетипы идут по поводу того, как человек, который преодолевает какие-то трудности, сложности. То есть вот это может быть еще, знаете, не мифология и не любовные романы, а жизнь людей, которым... Вот биография, которым, там, я не знаю, например, как создатель... Боже мой, как Форд, например, да, либо Джобс, то есть люди, которые как-то вот прошли какие-то трудности, да, либо создатель кроссовок Найк. То есть люди, которые прошли какие-то трудности в своей жизни, нищету, но верили в свою идею и получили то, что они хотели. То есть вот здесь как-то так. Либо информация, если это не биография, а опять же-таки людей, которым... кому-то здесь нравится суфи, да, то есть какая-то мудрость людей поиска себя. Вот как-то вот ищет... Знаете, как книга Куэлло, алхимик, который искал, по сути, себя и в конечном итоге вернулся туда, откуда он начал, то есть к осознанию, пониманию, что всё есть внутри себя. Вот здесь какие-то мудрости, она связана именно с поиском чего-то. И вот на этом пути человек, преодолевая какие-то трудности, себя закаливает, и как следствие он осознаёт и понимает что-то, да. То есть здесь мудрость через препятствия, через какие-то трудности. Но здесь вот то, что мы любим говорить, второй путь героя. Вот какой-то такой. тоже идёт момент. Ещё мне идёт книги, которые вот как-то они наполнены эмоциями. Фейерверк, да, что-то такое вот яркое. Может быть, это история костюмов, либо история танцев, либо культура народов, мира. Вот что такое там? Вот что такое яркое, знаете, красное. Причём это имеет какое-то отношение к юбкам, к юбке-клёш, либо в пол. Вот история, я говорю, история костюмов, одежды, вот что-то такое. Здесь такая достаточно разношерстная публика, могу сказать, в чтении. Хорошо, почему? Давайте теперь посмотрим вопрос. Почему? Вы напишите. Угадала, не угадала? Хотя я не люблю это слово. Но всё же, попала, не попала. Почему вы любите читать? Ну, потому что, во-первых, через чтение, да, здесь человек прорабатывает свой как-то характер, свой теневой аспект характера. Характера. Ещё почему? Это помогает ему в развитии и многие моменты, особенно если это вот касается путь героя. Это помогает сменить, либо понять своё мировоззрение. Либо вот какую-то общую истину, да, общую картину. Но однозначно то, что вы читаете, это имеет отношение, особенно если это финансовое, то, что я говорила, это имеет отношение к вашему эго. То есть здесь прорабатывается какой-то теневой аспект, да, как-то гордыня прорабатывается. А вот всё остальное, что я говорила, оно как будто бы помогает вам в развитии. Здесь кому-то улучшает память, кому-то, вы знаете, здесь как-то скорочтение, что ли, проходит. Здесь как-то быстро очень меняется ваш ход мыслей. Как-то это влияет на вашу умственную способность. А кто-то здесь прорабатывает опять же-таки свой характер только уже через добродетели, через какое-то иное мировоззрение. А вот исторические моменты, да, здесь по Аэрофанту проходят как раз-таки связанные вот с какими-то традициями, да, то есть очень важно человеку. Может быть, это даже как-то связано с профессиональной сферой, да, когда человек изучает традиции, традиции народов мира, да, культуры мира. А если здесь, здесь также может еще проходить, проходить книги, связанные с магией, но, но, это не Таро, это либо всё, что связано с оккультизмом, вот почему-то вуду, вот что-то такое, либо это то, что адагонизм, да, с мистицизмом, то есть, либо это связано как-то с оккультной магией, либо религия, что-то с религией. А может быть, здесь даже, кстати, кто-то и читает Библию, либо Коран какие-то священные, священные писания. Такое тоже может быть, но это вот как будто бы необходимо для развития души. Здесь для души это идёт. Поэтому две составляющие, одно для ума, для разума, а другое как-то вот для души. И то, и другое, оно меняет вас. То есть, почему вы читаете, это меняет, понимаете вы это, не поднимаете, не знаю. Но и то, и другое, оно влияет как-то на формирование вас как личности, на изменение вас как личности. Так, это была первая позиция. Двоечки красненькие камешек, смотрим вас. Какое чтиво любите вы, что здесь лоббас, потому что кто-то говорит, я не люблю читать, я люблю смотреть битвы экстрасенсов. Кто-то что-то любит смотреть, скорее всего, какие-то передачи не читать, а именно смотреть какие-то передачи, либо что-то в Ютьюбе любит смотреть. Ну, визуальный какой-то ряд, однозначно. Что любите читать вы? А здесь профессиональная какая-то, да, литература. Либо профессиональная, восьмерка педаклей, то есть о том, как улучшить какие-то качества, у каждого, в зависимости от вашей там профессии, если учитель, то это связано с учительством, там, я не знаю, даже если это учитель там рисования, либо трудов, вот как-то что-то связано с профессиональной сферой, либо это литература, не знаю, называется она кулинария, литература или нет, ну, вот что-то связано с этим, либо кому-то нравится литература, связанная с, как-то, по-английски, да, говорят это выражение, do it yourself, то есть сделай сам, сделай сам, своими руками, вот что-то такое, какие-то такие поделки, то, что вы делаете сами, ну, я не знаю, мебель делаете сами, либо берете, ну, это, наверное, тоже к мебели относится, как это называется, вот эти вот деревянные решетки, на которые что-то, ну, какой-то груз кладут, да, грузчики обычно используют, не знаю, как-то из этого делаете, там, диваны, кровати, что-то такое, что-то своими руками, кто-то там макраме плетет, вот что-то такое, какую-то такую литературу читаете, либо непосредственно связанная с профессионализмом, ну, почему еще идет кулинария, какие-то рецепты, поэтому я и сказала, что больше смотрите, опять же-таки, когда что-то нужно сделать, особенно какие-то рецепты, что-то приготовить, там, быстрое, быстрое блюдо какое-то, либо, не знаю, какие-то торты, вот ролики, я вижу, что здесь видео как-то смотрите, причем так интересно, женщины мужскими профессиями владеют, там, я знаю, столяр, либо стекольщик, но не механик, здесь какие-то вот мужские, я не знаю, либо маляр, что-то вы красите, ну, вот что-то такое, к этому мужская, мужская работа, так, есть ли еще что-то, то, что вы тут читаете, но я не вижу, чтобы, знаете, какое-то вот чтение, то есть, вот по первой позиции видно было очень много направлений разных, да, люди читают абсолютно разную литературу, здесь я не вижу, здесь, здесь, скорее всего, немножко что-то иное, двойка педакли, о чем он говорит, есть такое ощущение, что как будто бы нету времени, да, люди говорят, у меня нету времени на то, чтобы почитать, причем, знаете, это такое ощущение, что вот вы берете книгу, да, почитать, и что-то вас отвлекает, что-то вас отвлекает, либо вот, как мы говорим, смотрю в книгу, вижу фигу, да, то есть, я не соображаю, ну, то есть, какой-то, вот, затор есть, вот что-то закрыто в сознании, вы не можете либо сфокусироваться, либо не можете читать, может быть, у кого-то со зрением плохо, ну, я не думаю, что человек слепой, но вот как-то со зрением плохо человек не видит, то есть, здесь сложность, сложность в чтении, а как насчет аудиокниг, это может быть, но тогда в таком случае, аудиокниги, они что-то такое, связанное с душой, какими-то, знаете, путешествиями, поездками, какими-то открытиями, но открытия, они связаны как-то с передвижением, с поездками по морю, почему-то по морю, не знаю, какие-нибудь кругосветные путешествия, может, передачу смотрите как раз-таки про путешествия, я не знаю, в какие-то страны, может быть, подписаны на каких-нибудь блоггерах, которые рассказывают об этом что-то такое хорошо почему почему вам это нравится ну потому что вы расслабляетесь да вот аркан шута говорит о том что вы как будто бы сбрасываете какое-то напряжение какой-то груз чувствуете себя намного легче с другой стороны это может быть как-то расширяет ваша ваши границы ваше сознание ну вот здесь такое чисто что вот вы как-то по-новому на что-то смотрите близко всему если это касается вот поездок вам это нравится если сами как будто вы не можете путешествовать но таким образом вы смотрите на мир да идет какое-то путешествие еще почему вам нравится но здесь идут планы да какие-то мысли карту идеи может быть берете да если мы говорим о профессиональной какой-то идеи здесь помогает каким-то образом вашему творчеству до вашему воображению скорее всего это связано с аудиокнигами если вы слушаете книги то здесь скорее всего вы представляете вам так вам так проще но это однозначно каким-то образом вот то чем вы увлекаетесь ну то есть неважно слушаете либо читаете либо смотрите это как-то вот открывает вам какие-то перспективы какие дороги что-то новое вы в этом видите либо узнаете этих такая вот передач как вокруг света вот что-то такое это открывает вам какие-то дороги да потому что здесь ощущение того что тройка мечей ту спиндакли что вы как будто бы не знаю переживаете по поводу того что но нет такого шанса не такой возможности там побывать либо что-то вы знаете купить вот если мы говорим про мебель на нее такой возможности купить и поэтому я как-то не знаю самостоятельно делаю да либо что-то самостоятельно там нет мне нравится какая-то ваза но я не могу ее купить поэтому я ее сама слеплю либо не не могу купить себе какую-то одежду я ее сама сошью вот что такое то есть невозможность имеет то что вы хотите он заставляет вас создавать самостоятельно то что вам необходимо да есть какие-то преграды которые вам не дают получить то что вы хотите и это способствует вам как раз к тому чтобы вы читали либо смотрели либо слушать ту литературу либо ролик смотря не знаю которые вам помогают получить то что вам не хватает интересно интересная идея мне понравилась моя задумка по поводу литературы наверное сделать еще и в других сферах там я не знаю с музыкой либо еще что-то так позиция номер три зелененький камешек троечки смотрим что вы тут у нас читаете на данный момент какие-то книги идут в топку для того чтобы разжечь огонь я не знаю мангал что-то такое где-то на пикнике человек разжигает мой мангал какие-то старые книги туда в топку так что вы читаете ну здесь легкая какое-то чтиво идет до по тройке кубков если бы здесь были мужчины хотя в принципе женщин тоже я бы сказал как-то вот про пограничников не знаю почему мне идет такое как-то про пограничников здесь очень много литературы идет по поводу того как успокоить свое сознание да как расслабиться не знает а может считаться профессионально или нет но здесь скорее всего про то как успокоиться очень много литературы может быть статьи даже на эту тему как успокоить свое сознание кому-то нравится делать какие-то коктейли разные причем добавлять туда как-то травы еще какие-то там мяту либо еще что-то лайм фрукты и вот он может папа на этот счет читать какую-то литературу конечно же здесь очень много литературы связаны с духовностью с духовностью там есть на салхимии если кому это важно с астрологией вот какие-то такие моменты еще кому-то интересно бизнес литература в контексте мотивации саморазвития вот типа знаете как тони роберсон стивен кови вот такие моменты люди которые работают не с психологии как стаковой а вот именно к это позитивная психология либо мотивация вот что-то такое практике там например нлп какая-то такая литература которая дает очень быстрые результаты а кто-то изучает иностранные языки поэтому здесь книга связанные книги связанные с иностранными языками кому-то нравится здесь сказки сказки из прошлого то есть те которые вот вам детстве читали может быть вы своим детям как-то читаете здесь сказки идут истории какие-то былины из опа сказки из опа сказки это или нет басни басни из опа вот вот это хорошо почему почему вам нравится такая литература пятерка кубков что здесь какая-то какие-то расстройства да вы скорее всего все что связано с мотивацией и вот когнитивно-позитивному таким направлении психологии это связано с тем что знаете как вам необходимо как-то преодолеть себя свои какие-то страхи поэтому нужно вдохновиться ну нужно вдохновиться как-то поменять не за может здесь какие-то еще и аффирмации идут по не поменять свое мышление на позитивное поэтому вам необходимо какие-то назойливые мысли здесь идут негативные что ли может как у кого-то психологическое какое-то расстройство но она связана не то чтобы с маниакальностью от какие-то назойливые мысли не очень хорошие и поэтому человек себя как сама терапия поддерживает вот знаю аффирмациями какими-то вот мотивационными может быть книжками хорошо еще почему вы читаете но те кто читает духовную литературу да она не саморазвитие она связана как раз ки состоянием вашей души здесь как будто бы вам необходимо понять ваше бессознательное человек читает именно с такой целью понимание себя и понимание мотивов других людей знаете и для поднятия настроения здесь очень много людей читает для понятия настроения для понимания как можно сбалансировать духовное материальное и плюс ко всему работа со страхом то есть здесь очень много страхов поэтому именно саморазвитие книги по саморазвитию ну вот успокоение там мантры аффирмации это вот те кто хочет работать с бессознательным да здесь страхи а те кто работает с духовным это те кто хочет понять как сбалансировать духовные и материальные даркан умеренности говорит как раз таки про единение это поможет вам как-то двигаться дальше дает некую такую опору на движение дальше вот такая у меня была для вас и третья позиция так сегодня у нас коротенький расклад меня это радует не знаю как вас пишите обратную связь вот кто себя узнал кто не узнал тоже пишите то есть не обязательно чтобы прям сто процентов да я знаю что многие пишут или не сегодня отыгралась на восемь процентов прекрасно и очень рада то есть такая тоже обратная связь нужно а хотя в принципе не никогда не жду прямо стопроцентного попадания потому что во первых это общий расклад а во вторых для меня важно ваше послевкусие да то есть если то что вы услышите заставляет вас как-то подумать я знаю что многие пишут и я очень благодарна так это кто пишет надо подумать надо пересмотреть да и еще раз осознать переживать переспать мне такие моменты нравятся почему то что я понимаю что есть какая-то польза опять же таки для кого-то если это развлекательное просто для хорошего настроения утром попить кофе это тоже хорошо в этом тоже есть польза потому что я заряжаю вас позитивом что же здорово поделиться энергией в любом случае и неважно с какой целью вы смотрите я вам очень благодарна за то что вы это делаете за то что вы комментируете ставите лайки за то что вы пришли ко мне в телеграм-канал мне это тоже нравится мы там тоже с вами общаемся с теми с кем общаемся вот в любом случае хорошо чтобы есть как я ваша жизнь и так и вы в моей прощаясь с вами следующих раскладов всем пока пока